Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Сегодня у меня в руках сода. И не просто так я ее взяла. Обратила внимание, что в последнее время все чаще и чаще в комментариях появилась фраза сода. Например, одна подписчица написала такую фразу, что я только не делала для своих кур-несушек и соду в корм добавляла, но яйценоскость не восстановилась. Мне кажется, я по поводу повышения яйценоскости даю достаточно информации, но, видимо, недостаточно, а может просто кто-то не смотрел мои старые видео. И все равно тема сегодня пойдет о соде. Да, соду широко применяют и в саду в огороде, и в личном подсобном хозяйстве. Например, для дезинфекции курятников или скотников. Соду применяют для лечения подагры у кур, для лечения воспаленного зоба. Соду дают, воду добавляют, если у бролеров в возрасте где-то до трех недель наблюдается несварение желудка. То есть сода применяется в качестве лечебного средства при правильной дозировке. А вообще, конечно, у соды есть масса положительных свойств, и соду, конечно же, можно применять. Ну вот, например, в жаркое время года и у бролеров, и у курни-сушек нарушается кислотно-щелочной баланс. А происходит это из-за потери углекислого газа. Вызывается это из-за того, что птица учащенно дышит, то есть из-за учащенного дыхания. В это время в сильную жару куры меньше кушают, а больше пьют, и это снижает их продуктивность. Опытным путем было доказано, что если в корм или в воду добавлять соду цыплятам-бролерам именно в жару, то наблюдается где-то прибавление массы живого тела 5%. Теперь, сода еще влияет и на яйценоскость кур. Каким же образом? Сода восстанавливает яйценоскость у кур при высококалорийных кормах. Например, куры перестают нестись при кормлении пищей, которая богата обменной энергией, жирная. Особенно, если это происходит в жаркое время года, когда остаются остатки со стола, и хозяева все это дают своим курам, не соблюдая норму. Так как нарушается кислотно-щелочной баланс, организм несушек закисляется и начинает испытывать недостаток солей. И вот в этом случае для терапии и восстановления яйценоскости также можно применять пищевую соду. Поскольку она выравнивает pH-баланс, то есть получается, что сода при правильной дозировке увеличивает живую массу тела у бролеров, если добавлять ее в жаркое время года в воду или в корм, и также влияет на яйценоскость, но только при правильном применении. Прежде чем приступить к теме соды, я решила посмотреть, какую информацию дают в интернете по поводу добавления соды в корма или в воду. И вы знаете, везде информация разнится. Кто-то 100 грамм соды добавляет на литр воды, кто-то 200, кто-то в корм это добавляет. В общем, информация везде разная. Я обладаю иную информацией и считаю, что она достоверна, поскольку я брала ее из старой советской литературы. Норма соды пищевой 30 грамм на литр воды. И желательно добавлять в питье, поскольку в корме она хуже переваривается и меньше приносит пользы. А вот с водой сода пищевая работает намного лучше. Теперь каждый день нельзя давать воду, в которую вы добавляете соду, поскольку это нарушит PH-палас в организме, закислит, нанесет сильный ущерб. В общем, принесет только вред здоровью птицы. И тут уже ни о какой яйценоскости не может быть и речи. А несмотря на то, что сода все-таки приносит пользу, я не прибегаю к ней и не рекомендую своим подписчикам и зрителям канала прибегать к применению пищевой соды. Поскольку мы не знаем, что внутри у птички происходит. А навредить проще простого. Для того, чтобы восстановить яйценоскость кур, есть масса полезных народных рецептов или советов. Ну, например, дрожжевание. Об этом рассказывал очень-очень много. Сотни ваших комментариев говорят о том, что дрожжевание положительно работает. Или, например, сейчас осень. Линька, упала резкая яйценоскость. Но сейчас созрел горький перчик. Порежьте его мелко, либо пропустите через мясорубку, через блендер. Добавьте в утреннее время в мешанку. Во влажную мешанку куры прекрасно употребляют в пищу горький перчик. Яйценоскость это восстанавливает. Что еще я могу сказать? Можно приобрести какие-то примиксы, какие-то витамины для восстановления яйценоскости. Это куда безопаснее, чем применение соды. Кто-то скажет, сода дешевле. Да, но сода и губительна. Неправильное применение может привести к тому, что вы просто погубите свою птицу. Допустим, 30 грамм на литр воды, добавление соды, только в утреннее время для питья, раз в 5-6 дней. И то 2-3-4 раза не больше. А я знаю, что некоторые дают чуть ли не каждый день. Это может навредить вашей птице. У нас 2 курятника, в обоих живут куры-несушки. И за все то время, сколько я занимаюсь птицеводством, я никогда не использовала соду. Тем не менее, если вы считаете, что сода это самое дешевое средство, и у вас ее много, вы можете ее использовать в качестве дезинфекции вашего курятника. Посыпайте под постилку, посыпайте по плентусам в щели, поскольку сода также негативно влияет на кровососущих насекомых, пухопероедов, всяких клещей и так далее. Но делайте, конечно же, все в разумных мерах. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать начинающим птицеводам, если используете, то используйте правильно. Если есть возможность прибегнуть к другим средствам, лучше проигнорируйте соду, а примените другие народные средства для восстановления яйценоскости ваших кур-несушек. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, информация была полезная. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, будем вместе на них отвечать. Всего доброго, друзья, до свидания.